Что надо для того, чтобы сделать технологический прорыв в производстве? В той же Сибири вроде и фундаментальная наука на высоте, и технологичные производства того же оборонного комплекса есть, а высокотехнологичного наукоемкого производства нет. Не то чтобы нет совсем, но по сравнению с количеством или объемом интеллектуальных разработок капля в море. По мнению вице-премьера Дмитрия Рогозина, задача и состоит в том, чтобы перекинуть мостик от науки фундаментальной к конкретному производству, воплощению этих идей. Ведь не секрет, что многие задумки наших ученых потом реализуются, так сказать, в железе, то в Японии, то в Америке. Для нас сегодня крайне важно исправить эту ситуацию. Сделать так, чтобы любое новое, полезное, во-первых, создавалось осознанно, создавалось в интересах тех фундаментальных программ государственных, которые уже разработаны, но при этом за счет механизма государственного частного партнерства это все новое подхватывалось бы немедленно и внедрялось. Важную роль в этом деле имеет оборонка, ведь именно эта отрасль является двигателем сегодняшнего прогресса, а в кризисное время, которое имеет место быть и в данный момент, и локомотивом экономики государства. Ведь, несмотря ни на что, госзаказ военного ведомства этого года увеличен к прошлому в 1,6 раза, а бюджет программы вооружения, рассчитанный на период с 2016 по 2025 годы, составил 20 триллионов рублей, плюс около трех триллионов на модернизацию производства. Нам нужны такие военные технологии. Это автоматизированная система управления связи разведки, это ОСУ вооруженных сил, то есть это, грубо говоря, совершенно новый подход к организации всего дела управления обороной безопасности. Второе – это робототехника, беспилотные системы, причем не только беспилотники воздушные, о которых все знают, но беспилотная техника, подводная, наземная и многое другое. Это современные средства навигации, ультрасовременные средства передачи информации в огромных объемах, причем с элементами криптографии, чтобы противник не мог засечь и понять, о чем идет речь. И, конечно, в данном деле не обойти истинность высказывания кадры решает все. На новых высокотехнологичных предприятиях должен кто-то работать. Для того, чтобы готовить таких высококлассных специалистов, в Новосибирской области с 2011 года действует специальная программа. Мы обновили материальную базу, мы купили современное оборудование, мы сегодня разработали методики, сегодня молодые люди получают очень хорошие компетенции. Мы уже имеем примеры, когда работодатели больше завода. Не говорят, вы кого научили, он ничего не умеет. Сегодня они заказывают и являются партнерами реализации этой программы. Возвращаясь к возможности перехода России к шестому технологическому укладу, можно сказать одно, что для такого прорыва, наверное, придется провести еще не один технопром. И не одну проблему обсудить. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.